Пятый канал представляет Вот и хорошо А здесь что пошли Тут короче Тут короче Блин, ну стой ты на ногах Скоро тебе беленькую нальем Сейчас, подожди А что встали? А потому что пришли Мужики Что так нормально же сидели А посиделки закончились Субтитры сделал DimaTorzok О блаженном успении Вечный покой Подай Господи Робу твоему Георгию И сотвори ему Вечную Память А что групп-то закрытый Так человек Месяц в реке проплывал Пока его случайно не нашли Представляешь, как он был любитель Ужас-то какой Упокой, Господи, его душ Я тебя заливал Последние лет десять А все равно мужик был хорош Пал руки сладые Как-то не отказ Субтитры сделал DimaTorzok Здрасте, тетя Ирина Господи, Степочка Успела так же Бог да упокоит И ублажит его И нас помилует Яко благ И человека любится Братья и сестры Многие из вас говорят, что Последнее время брат Егорий Страдал Телом и духом И что его кончина Была предрешена Но хочу напомнить вам Простую истину Не судите Да не судимы будете Батюшка, я познакомить вас хочу Это сын усовшего Моего соседа Степана Только сейчас приехал Степан, примите мои соболезнования Я, к сожалению, вашего отца При жизни не знал Но Инна говорил о нем Очень много хороших слов Спасибо за службу, батюшка Я в Бога-то верю Только во всем этом Не разбираюсь Я думаю, ему бы понравилось Спасибо Тетя Инна Что помогли с похоронами Даже не знаю, что бы я без вас делал Если будет тяжело Или просто захотите поговорить Знаете, где меня найти? Спасибо, батюшка Но я как-то Сам Простите Мне Нужно идти Батю проводить Ну что тут добавить Жалко мужика, конечно Была школа самбо Был при деле С детишками возился Школу закрыли Пык мы туда-сюда Ну и пропал с концами А по этому конкретному делу Есть что сказать? Со что боролся На то и напоролся У этого Панкрашова Несколько раз из сугробов доставали Квартиру вскрывали В прошлом году Он чуть не сгорел Помнишь, Ключенко? А то Я же его лично из хаты вытаскивал Представляете, какая картина вырисовывается Награда нашла героя У меня заявление о его исчезновении От гражданки Рябининой В курсе кто такая? Собутыльница Примерно с полгода жили вместе Ну как жили? Пили Странно, что она вообще его хватилась На что вы ее знаете? Флюченко общался Флюченко, что у тебя есть по этой сожительнице? Рябинина Тамара Макарна Лет на десять, он моложе Какие-то сумки изготавливает на дому Вышивает на них цветочки Короче, ни о чем У меня таких, как эти двое на участке Девять из десяти Представляете, какой ад? Ну, перевестись не пробовал Да куда же я их всех брошу? Считайте, что родня Степ, Андрошов Ты? О, здорово, Мот Здорово А я смотрю, ты не ты Слушай, про батю своего слышу Ты мимо и совлезай Спасибо, брат Ты откуда? Я в полицию ходил, за батька узнавал Понятно, что он Последнее время бухал как при себе Но все-таки мне не верится Что он по своей воле в воду полез Ну ты даешь, нашел куда ходить Менты либо в доле, либо чихать хотели В смысле в доле Степ, ну что ты как маленький, а? Если дяди Егора за хату пришили То они по-любому Без них не обошлось Ладно Слушай, я после малолетки сразу стал на Максе работать Знаешь, кто это? Да все знают Ну вот, хочешь за тебя словечко замолоть? Нам такие парни всегда нужны Так я так-то пока на контракте А, ну да Ну, контракт закончится, подгребай Прийти Спасибо, я подумал Извини, вот мне идти нужно Давай я в другой раз поболтаю Да без проблем Что тебе я здесь? Хорошо, отец Александр Я все сделаю Давай, иди с Богом Благословите меня, отец Бог благословит Меня зовут Дмитрий Иванович Холодов Я руководитель Старовольск-техно Слышали такое? Слышал, конечно Священник Александр Слушаю вас Мы только что закончили капитальный ремонт техники Для нашего района И собираемся передать Нашему аграрию Ну, а чем я могу вам помочь? Я хотел бы вас пригласить, отец Александр Чтобы вы осветили нашу технику Это важно для наших заказчиков Ну, конечно Возможно, после освещения Она будет работать еще лучше Сыне ваш юмор, отец Александр Но есть традиция, которая нам дорога Как Дед Мороз на Новый год Раз дорога и хорошая традиция Конечно, постараюсь вам помочь Спасибо Спасибо Смотрите продолжение в следующей серии. Ты кто такой? Тебе что надо? Я Степан Конкрашов. Я здесь жил с батей. А, так ты Степан. Как же я тебя сразу не узнала. Егор постоянно твои фотки показывал. Я могу войти? Зачем? Что значит зачем? А тебе отец мне рассказал что ли? Он же квартиру моему брату перед смертью продал. Долги хотела раздать. Да все пробила. Я бы тебя пустила, но нам с вами брата места мало. Давайте я хотя бы вещи батину заберу. Так, нечего забирать. Я как узнала, что тело нашли, все вещи сразу и вынесла. Ты не обижайся. Я же не знала, что ты приедешь. Ты бы хоть позвонила что ли? У тебя все? Потом мне работать надо. Нежливые люди прощаются. Хаму. Здрасте, еще раз. Здравствуй, Степан. Тетя Инна, я могу у вас переночевать? Ну, конечно, мой хороший. Заходи. Если бы вы меня спросили, я бы сказала, что не верю ни в какую случайность. Понятно, Егору тяжело было в последнее время. Чтобы ночью через речку попереться. До такого даже он не додумается. Да и это не вызывает у меня доверия. Появился из ниоткуда со своим братом-алкашом. Присосалась, как пиявка. Сама для него за водкой бегала. Видишь? Даже на похороны не пришла. Я пыталась Егору сказать, чтобы он держал ухо востро. Но только он никого не слушал. Сейчас что ты докажешь? Полицию только руками разводят. Спасибо, тетя Инна. Борщ очень вкусный. На здоровье. Где теперь жить планируешь? Посмотрим. Там видно будет. У меня отец любил говорить. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. У меня можешь остаться. Сколько тебе нужно. Спасибо. Спасибо. Степа, сынок. Это ты? Бать, это я. Ну, кто еще-то? Что у тебя там случилось? Третий день до тебя дозвониться не могу. Плохо мне, Степа. В последнее время вообще хана. Ты что? Опять в пьяность, что ли? Ну, просил же, завязывай. Прости, Степа. Не сдержался старый дурак. Мыра эта подсунула. Не дает просохнуть. Бать, ты о чем? Своей башкой думать надо. Ты уезжай, сынок. Мне без тебя не завязать. Бать, ну куда я приеду? Кто меня отпустит? Ну, соберись ты, ну, е-мое. Хотя бы ты на меня не кричи. Да у меня слов нет. Один раз взять себя в руки. Сынок, я брошу. Я тебе обещаю. Степ, такое дело. Меня на работу не берут. Я же неделю назад перевел тебе деньги. Ну, так получилось. Извини. Как же мне все это надоело. Хорошо. Хочешь бухать? Бухай дальше, если ты тряпка. Только я это спонсировать больше не буду. Панкрат, сколько ты еще? Задубели совсем. Парни, давайте посмотрим правде в глаза. Оснований для возбуждения дела у нас нет. Кроме двух моментов, которые лично меня очень сильно напрягают. Может, ты по жизни напрягаешься, а не из-за этого дела? А, Юр? Ты уже который раз баню пропускаешь. Да при чем тут баня, Степаныч? Тебе самому не кажется, что здесь что-то не так? Вот больно гладко все это прошло для этой, как ее... Гражданка Рябинина. Вот. Смотри, она знакомится с мужиком. Через полгода этот мужик скидывает ее брату квартиру... По рыночной цене? Ну. Ну, вот ты же знаешь, как это делается. В договоре может стоять одна сумма, а по факту он мог получить сумму там в три раза меньше. И то этот, как его, Панкрашок с этими деньгами погулял недолго. Юр, ты вечно до столбов докопаешься. В нашем городе алкаши мрут, как мухи. Кто-то в сугробе замерзнет зимой, кто-то сивухой отравится. Этот вон в прорубь провалился. Заканчивай, Степаныч. Так, Толя, давай. Поднимем схожие дела за последние пару лет. Вводные такие. Жертва. Одинокий мужчина или женщина с жилплощадью, которые продали квартиру незадолго до своей смерти. Продали. Пиши. Не дергайся. Ты, тебе чего надо? У меня денег нет. Кто батю убил? Ты что, дебил? Извини. Извини. Как будто никто, никто его не трогал. Никто. Кому он нужен? Врешь. Это вы его убили. Я хочу знать, кто именно. Ну, мое терпение не бесконечное. Я не трогала. Я не трогала твоего отца. Не трогала. Ну? Брат все сделал. Своим дружком. Звони брату. Пусть сюда едет. Братюшка. Да, Ин. Вы извините меня. Я у себя Степана приютила. Этого, с которым я вас вчера знакомила. Чего-то сердце у меня за него болит. Можно я домой пораньше пойду? Ну, конечно, можно. Привет ему передавай. Скажи, если совсем тяжко будет, пусть в храм заходит. Хорошо, батюшка. Спасибо вам. Спасибо. С Богом. Томка! Томка, я на базе! Томка, что такое происходит? Блин! Я знаю, это ты убил моего батю. Кто тебе помогал? Пусти, как можно. Скажешь, пущу. Я одного только знаю. Кто такой? Зовут Андреев. Фамилию не спрашиваю. Как я его могу найти? Без понятия. А если подумать? Начальник охраны. Староворская. Техно. Номер есть? Есть. Есть. Звони. Пусть все доедет. Есть. Есть. Степа. Степа, привет. Это я. Пораньше сегодня. Тетя Инна, спасибо за все. Куда же ты собрался? Создателю и садетелю человеческого рода, дателю благодати духовной, подателю вечного спасения. Сам Господи, пошли Духа Твоего Святаго с высшним благословением на вещь сию. Устроили тут цирк с конями, а? Вместо того, чтобы покормить, лучше бы нам деньги заплатили. А мы бы обмыли ее употреблять, пригодно будет к телесному спасению и заступлению и помощи о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Ты посмотри, посмотри, какой я ход ей. Освящается и благословляется автомобиль сей благодатью Святаго Духа и окроплением святой священной сия воды во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здрасте. Здрасте. Вам куда? А я работу ищу. Так это в отдел кадров. А в охрану вам люди не нужны? Я просто дембельнулся только, думал, куда пристроиться. Ведь тебе с Валентиновичем надо поговорить. Вот, начальник охраны. А он сейчас здесь? Здесь. У нас сегодня мероприятие проходит. Батюшка приехал освещать технику после капремонта. А кабинет я на втором этаже. Ладно, спасибо. Ко всему хочу добавить, что труд ваш благородный и богоугодный. Может, он не приносит вам умопомрачительного дохода. Вы не можете себе позволить предметы роскоши или есть деликатесы каждый день. Но зато вы честно можете смотреть на себя в зеркало. Дмитрий Иванович, я к себе. Хорошо, я здесь. Братья, желаю вам и дальше работать во благо людей. Но просто так вас отпустить не могу, поскольку чувствую среди вас какие-то скептические настроения. А скепсис это что? Отсутствие веры, а значит, от дьявола. Пойдем, мой. Позвольте вас немного окропить святой водой, чтобы избавить вас от этого настроения. Во имя отца и сына. И святаго Духа. Аминь. Держи сердце свое открытым для Господа. Тогда все получится. Замок не к черту. Я бы заменил. Зайди и дверь закрой. Ты кто такой? Панкрашов Степан Егорыч. Вот оно что. Решил, значит, приехать на похороны отца, да? Как же не приехать? Это же мой батя. Что-то ты забыл про своего батю в последнее время. Я не любил смотреть, как он бухает. Ну, и чего ты хочешь? Я хочу знать, на кого ты работаешь. Я говорю, что я тут ни при чем. Да я ничего не делала. Только сзади столом с Егором сидела. И все. А мне точно условный дадут. Да мы сделаем все возможное. Ты давай не отвлекайся, дальше рассказывай. Я же не знала, что они Егора в речке утопят. Они ушли вечером, сказали, за водкой. А вернулись без него. Я спросила, где Егор. А это Андрей мне сказал, чтобы я заткнулась. А потом... А потом сказал, чтобы я заявление о пропаже написала, чтобы за меня не подумали. Что за Андрей? А в Таравольск техно работает. В охране он там какая-то шишка. Это он все забутил. А с ним еще там целая кодла. Какая еще кодла? Брат сказал, что там еще много кто с этого имеет. А Пан Крашов что от вас хотел? Пан Крашов. Пан обратно села, сказала, чтобы тут подельников выдал. Но вот брат все про Андрея, про этого и рассказал. Степаныч, я в контору к этому Андрею сгоняю. Чувствую, там сейчас заваруха начнется. Ну-ну, успокойся. Вода есть? Из чего ты взял, что есть еще кто-то? Для главаря у тебя туповатый вид. А ты, значит, самый умный, да? Ну так что? Кто еще в банде? Иди нахрен. Больно? Сейчас будет еще больнее. Имя! Опять? Вы думаете, это выстрел? Собирай, я. Сиди здесь, никуда не высовывайся. А ну стоять! Оружие на землю! Живо! Руки за голову! Только медленно! Чтоб я видел. На периметре! Скажите, ментам когда приедут, что он у меня на мушке у кабинета Валентиновича? Чего, устроился? Синкс! Степа, что ты здесь исполняешь? Я пришел поквитаться. Они батю убили и ответят за это. Ответят? Но ответят в суде. Я и есть судья! Стой на месте! Ну я же тебе сказал, приходи в любое время. Не вижу в этом смысла. Батю ты мне все равно не вернешь. Да я б смог тебя уберечь от ошибки. Это не ошибка. А будешь мешать, я и тебя убью. Ты не понимаешь, я не мешаю тебе. Я пытаюсь тебя спасти. Да лучше б ты батю спас. Полиция! Брось оружие! Не стреляй! Юра, не стреляй! Отец! Александр, ну какого хрена ты здесь делаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт! Саня, это Степан не рассказал тебе, куда собирается ехать? Случайно. Мы план-переход, конечно, объявили, но пока никаких новостей нет. Да он было начало рассказывать, но тут ты появился. Вообще испортил. Да? Вообще-то мне показалось, что я тебя жизнь спас. Да это показалось. Ну извини, что вмешался в вашу беседу. Бязин слушает. Юрий Петрович, тут такая история. За последние два года есть пять похожих эпизодов. Пожилой одинокий человек продает квартиру, потом с ним случается что-нибудь. Один выпал из окна, двое отравились паленым алкоголем, еще один замерз насмерть и один вообще пропал без вести. Так, и что еще общего? Все погибшие были плюс-минус соседями. Кстати, Панкрашов тоже из этого района. Ясно. И что, ни одного уголовного дела не было заведено? Нет, только доследственные проверки. Толя, глянь, пожалуйста. Кто подписывал характеристики по месту жительства? Да, сейчас, секундочку. Первую участковый Фурцев, а вторую... А вторую он же. Да! Здрасте, мне нужен участковый Фурцев. Зачем? Ну, есть у меня пара вопросов к нему. Ну, и зададите их в понедельник. У Глеба Филипповича выходной. И где он проводит выходной? Не, без понятия. И где он проводит выходной? Ну, так позвони и узнай. Мужик, ты что? Что-то перепутал, что ли? Давай вали отсюда, пока я добрый! Ты лучше сядь. Чего? Да, дураки, конечно. Надо было сразу этого участкового прижать. Слушай, я не понял. Ты едешь его арестовывать за убийство Егора Панкрашова? Или спасать от его сына? Там видно будет. Живой? Слава Богу. Плющенко! Плющенко! Вставай! Вставай! Где Фурцев? А? Где Фурцев? Что? Так, у меня тост. Я хочу выпить за нашего братишку Филипповича, который в очередной раз доказал прописную истину, что не место красит человека, а человек место. Спасибо за реку. Подожди, я еще не договорил. Вот может такой, как наш Филиппович, в такой дыре, как у нас, сам подняться с колен и помочь своим корешкам подняться. Ну тогда, Алла Верды, если уж на то пошло, без тебя бы у нас тоже мало бы что вышло. Кто здесь у нас лучший нотариус? Кто у нас тут себе бумажки заверил? Я, это каждый дурак может, а вот так, чтобы собрать, все организовать, провести. Я правильно говорю, адвокат? На сто процентов. Ну, давай, за тебя. Давай. Красавчик. Ух. 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 Слушаю. Это майор Вязин. Если хочешь жить, слушай меня внимательно. Твой подельник Григорьев уже на том свете. Ты следующий. Чего? Прямо сейчас, в данный момент, к тебе на дачу едет сын Панкрашова. И не для того, чтобы выпить с тобой по чашке чая. Так что сиди и не высовывайся, и дожидайся приезда полицейских. А чтобы времени даром не терять, начинай писать чистосердечное признание. Ты че несешь, майор? Ты кому здесь предъявить решил? Какой Панкрашов? Какой сын? Ты че, пацана что ли нашел? Ты же хочешь поговорить? Приезжай сюда. Мы нальем и выпьем. Потолкуем. Мы люди не жадные. Глеб, кто тебя расстроил-то? Ну давай мы его расстроим. Расстроим? Ты Андрюхе когда звонил? Когда он приедет? Я сегодня звонил, он трубку не берет. Давай еще по одной. Давай ты еще раз позвонишь. А я жене его позвоню. Я пошел баню проверю. Иди. Фу. Ты кто такой, сколько людей в доме? Да хрена! Повторяю вопрос! Сколько людей в доме? Или себе голову в печь засунуть? Твое! Что ты будешь делать? Ну, не берет трубку и… Тихо ты! Людочка, это, конечно, ужасно все. Выражаю свои соболезнования. Я заеду к тебе сегодня попозже. Держись, моя хорошая. Увидимся. Чего там? Что случилось-то? Подожди! 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 Куда? Это… Чего происходит-то в конце концов? На, возьми. На хрена мне за… Только постарайся в голову не попасть. А то задолбаешь потом отписываться. Что ты мне хочешь? Скажешь, в кого там стрелять-то где? Кого увидишь, в того и стреляй! О! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ Чтоб тебя, Богдан! Ты откуда взялся?! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Без забывания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Глеб! Глеб, помоги! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Так, понятно. Значит так, давай ты на дачу к Фурцеву, а я по следам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заходи давай! Сейчас я тебя по баше твоему покойному отправлю! ВЫСТРЕЛ Где они? Здесь! ВЫСТРЕЛ Передай бате привет! Не делай этого! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это всего лишь травмат, понимаешь? Все будет хорошо! Все будет хорошо! Сейчас, мой милый! Сейчас! Это, это не мы! Тебе нужен Филиппович! Я всего лишь навсего одну подпись заверил! Какого хрена ты нас гасишь?! Успокойся! Я из полиции! Нет, я вижу! Я не верю! Я захожу... ВЫСТРЕЛ А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Мы не закончили наш разговор. Я тебе все сказал. Не стой у меня на пути. Но я не все сказал. Да, этот человек сделал по отношению к тебе большое зло. Но ты не должен отвечать ему тем же. А что я должен делать? Смириться. Чего? Чего ты несешь? Смириться. Смириться. Этот человек послан тебе как испытание. Какое еще испытание? Твое. Пройдешь его, спасешь свою душу. Я уже провалил это испытание. Ну и ты так решил. У тебя душа сейчас больна гневом, жаждой, мести. Но пока ты жив, еще не поздно остановиться. Никогда не поздно остановиться и встать на путь исправления. Батя говорил. Отвечай ударом на удар. Это хорошо, что ты такой послушный сын. Но у нас у всех есть один общий отец. Господь Бог. И вот прямо сейчас он смотрит на тебя. И ждет. Ждет твоего решения. Выбор за тобой. И ждем тебя. КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Слышал, вы решили дать признательные показания? Это правильно. Чистосердечное признание и глубокое раскаяние смягчают вину. Но думаю, что с хорошим адвокатом у вас будет больше шансов. Меня зовут Михаил Львович. Меня прислал Максим Александрович Волков. Вы, наверное, слышали о таком? Зачем Максу мне помогать? Об этом лучше спросить у него самого. Как я понимаю, за вас попросил ваш товарищ. Матвей, что ли? Кроме того, смею предположить, что Максим Александрович рассчитывает на плодотворное сотрудничество. Не понимаю. Меня же посадят. Без сомнения, да. Но я здесь для того, чтобы сделать ваше наказание минимальным. И думаю, у нас есть все шансы. Ну что, приступим? Ну что, приступим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова